Как написать захватывающую историю о научном открытии? В Казанском университете прошла лекция по старитейлингу преподавателя Института Сколтек Зиада Бруни. Старитейлинг даёт возможность каждому понять все особенности и тонкости этих научных идей. Учёные Казанского университета нашли способ разъединить углеродные нанотрубки с помощью ваты и решили одну из важных проблем человечества. Прелесть нашего изобретения заключается в том, что мы придумали метод разделения углеродных нанотрубок, который одновременно и эффективен в стоимостном выражении и масштабируем. Следы Каюма на сыре привели сотрудницу музея в отдел рукописей и редких книг библиотеки имени Лобачевского. Какое открытие совершили в Казанском университете? Мы, найдя эту книгу, каждый раз радуемся даже больше, чем читатели. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кулушева. Казанский университет стал участником консорциума по научно-методическому обеспечению развития системы управления качеством высшего образования в условиях COVID-19 и после него. Проект был инициирован Министерством образования и науки России осенью 2020 года. Куратором АТКФУ выступает проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев. В Казанском университете прошла открытая лекция по старитейлингу известного эксперта индустрии малого бизнеса Диада Баруни. Какие впечатления оставило у эксперта посещение одного из крупнейших вузов страны? Как рассказать об инновациях в мире науки простым языком? Особенность техники старитейлинга — передача информации через короткие рассказы. В них есть реальные или вымышленные герои, понятные читателю. Их мотивы и поступки легко понять и примерить на себя. Преподаватель Института Сколтек Зиад Баруни убежден, так сложные термины можно превратить в понятную популярную науку. Для студентов, ученых и предпринимателей важны коммуникации на научном языке об изобретениях, инновациях, решениях проблем. К сожалению, у людей, которые не являются учеными, возникают трудности в понимании этой информации. А старитейлинг дает возможность каждому понять все особенности и тонкости этих научных идей. Во время визита эксперт посетил Музей истории КФУ и Императорский зал. Зиад Баруни рассказал, что для него было честью приехать в университет с таким богатым историческим наследием. Я считаю, что этот визит – начало будущего сотрудничества с КФУ. Я во второй раз в Казани успел полюбить этот город. Уже серьезно задумываюсь о переезде сюда. Хочу делиться опытом на тему бизнеса, стритейлинга с представителями КФУ. Моя мечта – создать инкубатор для синергии предпринимателей, ученых из стран Африки, Пакистана и Ордании, ОАЭ, и развивать системы проекта, полезные для человечества. Участниками лекции стали студенты и сотрудники институтов. В КФУ намерены внедрить знания, полученные от эксперта из Ордании, для освещения своих научных разработок. Ариадна Кугушева, Хафиз Гараев, Универньюз. Ученые лаборатории перспективных углеродных наноматериалов Химического института имени Бутлерова Казанского университета разработали экотомичный и высокопродуктивный метод разделения одностенных углеродных нанотрубок. О том, как можно решить важную проблему человечества с помощью воды, в нашем следующем сюжете. Начнем с того, что же такое углеродные нанотрубки. Это макромолекулы, которые можно сравнить с ниточками или проволоками. Их длина значительно превышает их диаметр. Нанотрубки, можно сказать, растут, как, например, растут волосы. Из маленькой частички катализатора вырастает длинная нанотрубка. Вся прелесть нашего изобретения заключается в том, что мы придумали метод разделения углеродных нанотрубок, который одновременно и эффективен в стоимостном выражении, и масштабируем, ну, будем говорить, до бесконечности. Здесь пределом масштабируемости является, пределом масштабируемости является только диаметр колонки, на которой мы ее делим, и ее длина. То есть не ограничено практически ничем. В качестве наполнителя для колоночной хроматографии ученые Казанского университета стали использовать обычную хлопковую вату, которая продается в любой аптеке. Гель, проникающий хроматографией, который используется в существующем методе разделения нанотрубок, представляет собой структурированный гель на основе агороды, то есть полисахарида. Но какие есть полисахариды, более доступные. Над этим вопросом задумались ученые КФУ. Одним из наиболее известных полисахаридов является ничто иное, как целлюлоза. Вот древесина – это на 70-80% целлюлоза. А природная целлюлоза в ее наиболее чистом виде – это ничто иное, как просто хлопок. Вот хлопок, если с его волокна смыть небольшое количество восков, которое составляет, может быть, 1-2, максимум 3% по весу от всего хлопка, это ничто иное, как природная целлюлоза, природный полисахарид. Необходимо было изменить структуру волокна хлопка таким образом, чтобы молекулы поверхностно-активного вещества по-другому выстраивались на его поверхности. Обработав вату смесью азотный и серный кислот, на поверхность волокна стали садиться нитрогруппы. Этот процесс называется нитрованием. Результат превзошел все ожидания. Эффективность деления нанотрубок была заметно улучшена. По словам Айрата Демиева, разработанный метод позволит создать технологию разделения углеродных нанотрубок для использования на производстве. Тогда уже можно будет говорить о создании новых функциональных материалов для электроники, фотоники и других сфер деятельности. Джимми Небаева, Фарид Захидоглы, Универньюз. Сотрудница музея Каюма Насыри обратилась в отдел рукописей и редких книг Казанского федерального университета с просьбой найти труд Каюма Насыри, переведенный Ольгой Лебедевой на русский язык. Во время поисков сотрудники библиотеки КФУ совершили настоящее открытие. О нем в подробностях расскажем в следующем сюжете. Поиск на Лебедеву ничего не дал. Сотрудники отдела рукописей редких книг посмотрели очень подробную библиографию Каюма Насыри. В результате нашлось произведение Кабус Неме, написанное в 1088 году в назидании своему сыну, так как автор боялся не успеть передать все знания и премудрости, накопленные за всю свою жизнь. Ольга Лебедева же в восточном мире известна более как Гульнархану. Она переводила произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого на турецкий язык, была очень образована, знала 10 языков, приходилась с женой главы Казани. Книга, которую нашли сотрудники библиотеки, издана в 1886 году в типографии Казанского университета. Это сочинение первоначально было написано на персидском языке, передано на турецкий, а с турецкого на татарский для того, чтобы оно было доступным российским мусульманам. С татарского языка на русский перевела Ольга Сергеевна Лебедева. Можно добавить, что именно на этой книге мы видим еще великолепный оттиск Штепеля, лично созданный Иосифович Готвальдом. Мы видим и букву «Джи», и сверху украшенный короной. Иосиф Готвальд. Который встречаем впервые. Да, мы не встречались. Да, экземпляров не встречались. Илья Андреев, Радмир Софиулин, Универ Ньюс. Недостаток света может вызвать иммунодефицит, однако долгое нахождение на солнце может быть опасно и даже противопоказано для некоторых людей. О том, какую пользу и вред несет солнце для кожи, в нашем сюжете. Летом кожа человека испытывает колоссальный стресс. Провоцирующим фактором является жара и, как следствие, повышенная потливость, активное солнечное облучение, резкие перепады температур. Все это может привести к определенным проблемам, которые проявляются на нашей коже. Подробнее об этом рассказала врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Асавказыма-Герамова. Солнечные лучи могут вызывать ряд реакций на кожу. Туда включены фототравматические реакции, фотоаллергические реакции, диабетические реакции, фототоксические, фотодинамические реакции и отсроченные реакции. Самая распространенная из реакций – фототоксическая. Это избыточное действие солнечных лучей на кожу, вызывает солнечные ожоги. Необходимо защищать самые чувствительные к солнцу участки кожи, склонные к обгоранию и образованию пигментации. Существует пять фототипов кожи. Если у человека светлая, очень светлая кожа, тогда надо уже более высоким процентом солнцезащитным кремом пользоваться. И каждый раз после купания повторно надо наносить солнцезащитные крема, потому что они замываются с водой. Человеку в день достаточно 10-15 минут, чтобы получить необходимый уровень витамина D. Умеренное нахождение на солнце несет для организма только положительный эффект. Улучшается внутреннее состояние организма, иммунитет, обмен веществ, мышечный тонус, нервная система, вырабатывается витамина D. Врач-дерматолог напомнила, что важно не забывать о правилах пребывания на пляже. Лучше либо до 10 утра, либо после 16 вечера. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!